Здравствуйте! В эфире Вести Чукотка в студии Владимир Никитинка. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев назначил нового руководителя управления МВД по Чукотскому автономному округу. Это полковник полиции Иван Аникин. На Чукотке специалист проработал почти 20 лет. После перевода из Ульяновской области он сначала был оперуполномоченным по борьбе с организованной преступностью. Затем занимал разные должности в подразделениях криминального блока. Глава МВД Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника управления МВД по Чукотскому автономному округу Ивана Аникина. Министр внутренних дел отметил, что хорошо знаком с Иваном Владимировичем, а также его знают личный состав и руководители взаимодействующих структур. С Чукотской связаны практически 20 лет служебной деятельности Ивана Аникина. Наш регион отличается суровыми климатическими условиями и значительными расстояниями между населенными пунктами. Тем не менее, оперативная обстановка в целом стабильная. Хочу подчеркнуть, что в целом оперативная обстановка стабильная. В текущем году сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе и с квартир, не зарегистрировано разбойных нападений. Меньше преступлений совершено ранее судимыми, а также лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Снизилась криминальная активность несовершеннолетних. Кроме этого, в регионе достигнута стопроцентная раскрываемость убийств, грабежей, хищений транспортных средств, вымогательств. Однако негативное влияние на общую раскрываемость оказывает недостаточная эффективность работы по установлению лиц, причастных к IT-преступлениям. У нас четко определен алгоритм действий, внедрено специальное программное обеспечение. Иван Владимирович, предметно посмотрите, как организована деятельность профильного подразделения, проанализируйте конкретные уголовные дела, дайте соответствующие поручения. Также министр поручил Аникину укрепить позиции по линии противодействия экономической преступности, обеспечить контроль в области миграции, а также призвал обратить внимание на рост криминальных проявлений на улицах. В числе важных задач Клокольцев назвал обеспечение безопасности при подготовке и проведении выборов президента. В свою очередь Иван Аникин поблагодарил министра за оказанное доверие и заверил, что все поставленные задачи будут выполнены. Благодарю за оказанное мне доверие. С учетом опыта работы и с личным составом, который я прослужил мне в один десяток лет, поставленные задачи будут выполнены. Добавлю, что Иван Аникин сменил на посту Александра Смирнова, который переведен на службу в Тюменскую область. Анна Мартяжкина при содействии пресс-службы МВД России по Чукотскому автономному округу.